Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели! В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 16 августа 2017 года, среда. Традиционного скайп-ключения сегодня не будет, но я предлагаю поговорить на тему, которая может заинтересовать очень многих родителей, очень многих педагогов и очень многих, как ни странно, детей. Я хочу поговорить снова о школьном телевидении. Если кто пропустил, на прошлой неделе министр образования Российской Федерации Ольга Васильева рекомендовала школам организовать, подумать над тем, как организовать у себя в рамках школ школьное телевидение. Оно прежде всего должно быть направлено на вопросы профориентации, привлечения детей к такой профессии, как телевизионщик, а это, между прочим, телеведущий, то есть человек, обладающий ораторскими способностями. Это оператор, это монтажер, это продюсер, режиссер. То есть, в принципе, это рассказчик человеческих историй и информационщик в том смысле, что если управление процесс информационный, соответственно, это новые будущие управленцы. То есть школьное телевидение может оказать значительную методическую помощь всем педагогам, которые занимаются с детьми в возрасте там, условно, от 10 и старше лет, и оказать значительное влияние на развитие детей. Проблематика эта еще дополняется тем, что наши дети в основном сидят сейчас, уткнувшись в телефоны. Это и хорошо, и плохо. То есть, с одной стороны, все внимание сосредоточено там, а телефон, между прочим, это такой комбайн, в котором есть и камера, есть звукозаписывающее устройство, есть даже монтажечка примитивная, которая позволяет писать блоги, которая позволяет делать общие там репортажи и которая позволяет заливать на свои каналы в Ютубе. Но дети очень мало занимаются тем, что ведут видеоблоги. Они в основном смотрят топовых блогеров, которые сосредоточены в городах-миллионниках. И эти топовые блогеры, к сожалению, согласно наших исследований, а наша редакция занимается еще и такими небольшими маркетинговыми исследованиями, связанными со зрительскими ожиданиями, связанными с общим состоянием информационной сети. Так вот, я хочу сказать, что среди топовых блогеров, на которых смотрят с утра до вечера наши дети, в основном, знаете, вот если сказать простым языком, это мажорные дети с демоническим типом психики. То есть, дети достаточно разбалованные, которые демонстрируют на экране истерический тип поведения. Очень много чрезмерных эмоций, очень много неискренности, каких-то надуманных вещей. Раскачивают эмоциональные фоны, при этом собирают, конечно, безусловно, какую-то аудиторию. Но проблема заключается в том, что вот эти мажорные дети с демоническим типом психики становятся героями нашего времени в возрасте от 14 и старше лет. То есть наши дети, поскольку они большую часть времени проводят в интернете, а интернет — это контакты, YouTube, Instagram, и в основном-то все равно все сходится к YouTube, что касается видеоконтента, все, что касается современного школьного телевидения, сложившегося по факту. Это такие блогеры, как Иван Гай, Марьяна Роу, Саша Спилберг и так далее, и так далее. И вот если взять и разложить на очень простые психологические тесты, что смотрят наши дети, то они реально вбирают в себя пример мажоров с демоническим типом психики. И вот здесь возникает необходимость в рамках школьного телевидения построить систему подготовки и воспитания не просто будущих телеведущих, которые, скажем, через 5 лет смогут прийти на телевидение, работать ведущими, авторами разных программ, ну или операторами, монтажерами, режиссерами, продюсерами, а именно сделать блогеров, которые бы сегодня предъявили всей нашей детской аудитории, например, простых детей с человеческим типом психики. Вот если взять, перебрать тематику топовых блогеров, о чем они пишут свои ролики, то основная проблема там, это, конечно, мелкотемья. То есть большой темы, стратегической-то в общем-то и нет. А косметики там, девчонки там симпатичные, конечно, но, например, делают ролики 10 фактов о моем теле и начинают там чуть ли не с микроскопом снимать себя, да, там, пигментация губ, там, еще какие-то вещи, рост, вес, объем груди. И это все на самом деле, ну, не есть хорошо. Вот как ни крути. То есть, да, пожалуйста, развлекайтесь, как умеете, но с точки зрения управления этим процессом, а мы с вами, родители-педагоги, да, стратегические планировщики, которые думают, какие дети вырастут через 10, 15, 20 лет. Мы прежде всего стратегические планировщики, мы должны понимать, что вот существующее школьное телевидение, сложившееся по факту до рекомендации Министерства образования, оно наших детей развращает. Возникает вопрос, а как построить вот эту систему под названием школьное телевидение, сделать ее всероссийским движением для того, чтобы появился новый герой нашего времени. И здесь, я думаю, нужно помочь школам, помочь директорам школ и методистам по внеклассной работе организовать в каждом городе или в каждом субъекте федерации единый центр методический, технический, когда в центре города будет, например, помещение, там квадратов 100, в котором будет и павильон, и он же учебный зал по подготовке кадров, там будут комнаты переговорные, там будут площадки для съемки, например, всевозможных детских ток-шоу, да, там будут возможности выезжать в школу, например, и записывать уроки ведущих педагогов, разработчиков новых методик преподавания, особенно касательно тех, которые делают что-то руками, да, учителей труда, работников, ну, которые у токарного станка делают нечто, особенно детей интересует, например, керамическое производство, то есть гончарный круг, печи, да, с температурой там 5-6 тысяч, и как делаются, например, сервизы для ресторанов. Это все вопросы профориентации, то есть не только 10 фактов о моем теле, а деньги берутся, ну, незнамо откуда, либо они капают от гугла, да, за просмотры, за огромное количество просмотров, роликов, той же Саши Спилберг, которая в одном из роликов снялась там чуть ли не в полуобнаженном виде, а мы прежде всего должны заниматься профориентацией наших детей, для того, чтобы они вышли и шли по жизни с более-менее уверенным пониманием того, кто они, откуда они пришли, что они умеют и куда они идут. Кроме профориентации, конечно же, я напомню наши основные 4 тезиса, это построение отношений. Что такое ребенок с демоническим типом психики? Это ребенок, который с порога начинает манипулировать, который с порога начинает истерить, напрягать, делать вокруг себя всех виноватым, и все должны отжиматься по команде раз-два-три, да, исполнять прихоти и желания. Что такое ребенок с человеческим типом психики? Это человек, который понимает тонкое состояние души ближайшего человека и который создает вокруг себя комфортную атмосферу. Он не обвиняет никого ни в чем, да, он понимает свои цели, но при этом он способен уживаться как минимум с папой, с мамой, как минимум в коллективе. И вот эта технология выстраивания отношений, она строится исключительно на примерах, на примерах. У нас огромное количество семей неполных, из которых дети там не видят маму или папу, да. Это накладывает определенный отпечаток, особенно на мальчиков, которые живут без отцов. Они живут в окружении мам с их постоянной опекой. Они приходят в школу, там подавляющее большинство женщин. И получается, что наши мальчики живут в окружении, ну, в общем-то, в атмосфере матриархата. У них нет мужского примера. И компенсировать этот дефицит практически нечем. Мужчин, работающих в школе раз-два и обчелся, мужчин, которые являются авторитетами для мальчиков, еще меньше. Соответственно, при помощи школьного телевидения, которое может подменить очень хитро, очень технологично существующих персон влияния на Ютьюбе, мы можем предъявить нашим детям мужчин, которые дают пример, которые, например, рассказывают о том, как построить отношения с теми же девочками. Очень много 16-17-летних мальчиков пребывает в глубокой скрытой депрессии, связанной с тем, что гормоны подпирают, речь не развита, ребенок чувствует себя в чем-то ущемленном, в том смысле, что он видит, вот там человек добился успеха, вот там ему папа с мамой помогли, а он, например, без отца с мамой, еле они тянутся, не может этого себе позволить. И сам не может ничего сделать, потому что ему никто примера не подал. И так растут дети, мужчины, которые потом, когда вырастают и пересекают 21 или 24-летний возраст, они начинают мстить женскому окружению. И так мы получаем, собственно говоря, еще разваленные семьи в перспективе. А если мы стратегические планировщики, соответственно, мы должны это предвидеть, делать закладочки и предъявлять всем мальчикам без исключения, как минимум, я сейчас скажу вот такой термин, единые стандарты, единопонимаемые стандарты поведения нормального мужчины с человеческим типом психики. Вот эти задачи, да, мне кажется, сегодня являются первостепенными. Эту передачу я сейчас веду для того, чтобы вот у нас скоро 1 сентября, начало учебного года, чтобы все зрители программы «Информационная война», все родители, прежде всего отцы, педагоги, методисты, задумались над тем, чтобы эту тему сдвинуть с места. Мы со своей стороны, как телевизионщики, которые понимаем особенности технологического процесса, да, как снимать, какие темы ставить, мы понимаем, что нужно делать ток-шоу, нужно развивать речь. Очень многие дети за начальную школу с развитием речи, ну, в общем-то, запаздывают, да. Вот проводили недавно эксперимент, в одной из школ приходили люди и попросили, зашли в класс, да, класс где-то 8-й, и попросили детей, ну, в течение там 5 минут подготовочки рассказать о своем папе и маме, да. Девочки тянут руку, рассказывают без проблем. Мальчики все до одного смотрят на шнурки, молчат, они даже не вступают в диалог, они всячески комплексуют. Помните, да, в КВН был номер скорохода, да, когда он там песни пел, когда его просили там стишок рассказать и так далее, и так далее. Это такой актерский, актерская зарисовка, которая показывает состояние психики юношей, находящихся вот в таком вот гиперсексуальном возрасте, когда речь не развита, и развитию шансов, в общем-то, не предвидится. И именно школьное телевидение, в котором будут работать не только взрослые, в котором будут работать не только методисты, а прежде всего дети, оснащенные вот этими самыми моднейшими телефонами, там, айфоны, да, мизу, сяоми, вот эти вот аппараты, которые сейчас модные, которые, в принципе, стоят 200 долларов и каждый ребенок имеет, они позволяют снимать репортажи, они позволяют снимать, причем даже без микрофона, но с точки зрения того, что есть еще наушники с микрофоном, там очень качественный звук и очень качественная картинка. То есть можно снимать блоги, можно снимать репортажи, можно снимать несколько планов и прямо в телефоне с соответствующим софтом, который бесплатно и скачивается с разных ресурсов, монтировать простейшие ролики, которые можно заливать на свой персональный канал в Ютюбе. Чувствуете, что получается? Если мы начнем при помощи школьного телевидения, всего лишь навсего, освещая различные темы, связанные с профориентацией, с отношениями, с отношением к родине, тот самый патриотизм, который является фундаментом нашей идеологии, идеологии в умолчаниях. У нас в Конституции идеология не прописана, но любовь к родине – это фундамент нашей с вами идеологии, которая прописана у каждого в подкорке по умолчанию. Так вот, если наши дети при помощи телефонов смогут завести себе свои блоги на Ютубе, и эти ролики, например, размещать в группах, в пабликах, которые будут называться «Школьное телевидение», «Школы номер 8», города Воронежа или города Симферополя, то тогда образуется определенный вал контента, который, безусловно, разбавит существующее положение вещей, когда в интернет-сфере доминируют мажористые дети с демоническим типом психики. И теперь представьте, что как только появится такой вал роликов, нам с вами всего лишь навсего нужно управлять и подбрасывать темы детям. То есть мы можем не только рассказывать о, например, «День жизни ученика», там, например, города Ялты, да, или, например, «Поездка в Воронцовский дворец». Мы можем, например, в этом школьном телевидении, например, сделать передачу сквозную, круглогодичную, которая будет называться условно «Стебный папа», да, когда кто-то из родителей, развитый, который за словом в карман не лезет, например, рассказывает о своей профессии или рассказывает о случае, который произошел там в той или иной семье. Как, например, отцу относиться к тому или иному проступку, поступку ребенка, да? «Стебный папа» — это кто? Это тот, который не спешит истерить, который не демонстрирует демонический тип психики у себя. Соответственно, это будет пример, если он будет с юмором, с гэгами, этот папа станет персоной влияния. Не только дети будут делать контент, но и родители, особенно родители развитые, особенно родители, которым не чуждо основы педагогического понимания, даже не образования, понимания. То же самое, например, «Веселая мама», то есть мамочка, у которой есть дети, у которой есть дочка, и она просто пишет блоги или пишет передачки о том, чем она занимается, как она реагирует на те или иные проявления жизни, она высказывает свое мнение под тем или иным вопросом, она берет интервью у других родителей. Даже с этой точки зрения школьное телевидение, школа начинается с момента зачатия, с момента рождения, и с первых дней мы можем построить с вами целый, ну, я не знаю, вал контента, который помогает родителям правильно управлять процессом взросления наших детей, для того, чтобы решить наши с вами стратегические задачи, какими будут дети через 20-25 лет, которые придут к управлению этой страной. Кроме того, безусловно, нам с вами нужно развивать речь при помощи, например, дискуссионных клубов, дискуссионных ток-шоу, когда дети из разных школ, они встречаются, например, еженедельно в студии этого школьного телевидения для того, чтобы провести дискуссию по тому или иному острому вопросу, связанному со школьной жизнью, с жизнью региона, с жизнью страны, даже по внешнеполитическим вопросам. У нас очень много в обществе расколов по религиозным вопросам, красные и белые, эти вопросы на самом деле касаются детей тоже. Они тоже, когда они вырастут, они будут продолжателями той или иной идеологии, они тоже будут спорить. Так вот, для того, чтобы канализировать эту энергию и не доводить ее в будущем до гражданской войны, нам нужно спускать пар с одной стороны, находить аргументацию для того, чтобы русские никогда больше не убивали русских. И такая стратегическая задача может быть решена всего лишь навсего при помощи организаций межшкольных ток-шоу, которые дети, между прочим, на переменке посмотрят ничуть не с меньшим интересом, чем 10 фактов о моем теле той же Саши Спилберг. Да? И получается, что если мы с вами зададимся таким вопросом и сделаем несколько организационных шагов, мы с вами как минимум можем перехватить управление в интернет-поле, в поле, касаемо YouTube, понимая, что топовых блогеров, у которых многомиллионная аудитория, кстати, эта многомиллионная аудитория во многом состоит из ботов, это дело в том, что глобальный вот этот мейджор, да, под названием Google, там существуют агентства, структуры, которые создают так называемый вал левых аккаунтов, которые можно бросить для укрепления, для укрепления медийных показателей того или иного аккаунта. Это чисто маркетинговая такая техническая примочка, все знают, что ВКонтакте можно накручивать подписчиков, то же самое можно делать на YouTube, то есть реальных там живых людей меньше, безусловно, точную цифру сказать никто не берется, но тем не менее, вот существующие герои нашего времени, на которых смотрят наши дети, да, и подражают им, их нужно дополнять реальными героями нашего времени, которых видим мы, взрослые. И вот теперь по структуре, да, общей я рассказал о теме, я рассказал о проблематике, а теперь давайте поговорим третий акт, да, давайте поговорим о том, а как реализовать этот проект школьного телевидения. Я подозреваю, что поскольку тема возникла в середине года, она не бюджетировалась в начале финансового года и скорее всего в бюджетах денег больших не будет, либо вообще не будет, либо не будет больших. Соответственно, возникает вопрос, где взять финансирование и как структурно будет выглядеть такой проект. Я думаю, что поскольку речь идет об организации зонтичного предприятия в субъекте федерации, которое будет называться школьное телевидение, это предприятие должно заключить, безусловно, договора о сотрудничестве с Министерством образования, с райотделами образования, на каком уровне будет происходить сотрудничество. Безусловно, это предприятие должно оказывать методическую, техническую помощь, особенно людям, которые будут заниматься этой деятельностью в рамках конкретной школы. И это будет и телевидение, которое, безусловно, не будет вещать в эфирном формате. Да, тут очень важный вопрос. При слове телевидения все понимают, что поднимаем антенну и ловим с вышки. Нет, ни лицензии на вещания, ничего не нужно. Нужно всего лишь на всего создать сайт и зарегистрировать канал на YouTube под названием там «Школьное телевидение, школы номер такой-то». Это интернет-телевидение, это список роликов по разным темам. На сайте, на канале на YouTube будут просто плейлисты по темам. Вот плейлист «События школы 51-й недели такого-то учебного года». То есть вот тематические передачи, вот ток-шоу, вот все, что о родном крае, все, что о памятных местах родного края, вот об отношениях, вот о токарном деле, вот о керамистах и так далее, и так далее. Вот оно, вот такой формат интернет-телевидения. И получается, что это головное предприятие. Оно совмещает в себе элементы интернет-телевидения. То есть там есть павильон, ну, либо какая-то комната, пусть даже в 20 квадратов, но там есть свет, там есть фон, там есть стулья, диваны, где можно взять интервью, там можно ребенку всегда прийти записать блок. И это же является учебной аудиторией для того, чтобы подготовить специалистов на местах. То есть люди, которые в школе, например, скажут, да, это интересно, это нужно делать, они должны получить некоторые навыки, которые в педагогических институтах не преподаются, и которые являются специфическими, да. Для того, чтобы вести школьное телевидение, руководитель должен сам вести блок на ютюбе, потому что в случае, если дети будут раскачиваться медленно, кто-то должен подать пример. То есть нужно занять это информационное поле самому. Соответственно, нужно подготовить учителей, либо родителей, которые будут заниматься этим видом деятельности, они должны прийти в центральное школьное телевидение, пройти очень легкий курс молодого бойца, да, освоить основы вот этого, этой профессии, а они включают в себя всего лишь основы ораторского дела, да, знание и умение говорить на камеру и перед аудиторией. Это разные эгрегоры, это немножко разные навыки, но их нужно осваивать, потому что вы будете передавать эти знания детям, да. Нужно знать основы сценарного дела телевизионного производства, то есть какой формат, из каких блоков состоит базовый сценарий. И нужно знать основы монтажа и сведения для того, чтобы выдать готовый продукт, залить его на ютюб и предъявить миру. То есть там цепочка технологическая достаточно понятна, но ее нужно пройти, ее нужно попробовать. Многие телезрители, а между прошлым эфиром, посвященным школьному телевидению, этим прошло время, с которым мы начали общаться с нашими зрителями, они задают вопрос, существует ли программа работы по подготовке таких. Да, такая программа существует, она насчитывает в себе 13 занятий еженедельных, которые строятся по принципу ни в коем случае не говорить о теории. То есть по практике все люди, которые думают, как бы организовать такое обучение вот этой профессии, школьному телевизионщику, они говорят, ну надо, наверное, прочитать лекции о камерах, о том, о сём, о пятом, о десятом и только потом переходить к практике. Ни в коем случае. С детьми категорически нельзя заниматься таким институтским подходом или вузовским. Нужно сразу же приходить к практике. То есть как только ребенок приходит и он говорит, да, я хочу создать блог на ютубе, покажите мне как, то прежде всего нужно посадить ребенка и взять у него глубинное интервью под запись, да, объяснить ему, что это такое. Сразу же параллельно показать, на какую камеру мы снимаем, как мы компонуем кадр, какую последовательность вопросов задаем и попытаться ребенка разговаривать. Он разговаривает. Из этого интервью сразу же нарезаются отдельные ответы, которые войдут в трейлер канала на ютубе этого конкретного ребенка. Следующий этап тоже параллельно мы озвучиваем и объясняем, какая камера, как снимаем, как светим, как монтируем. Это кастинговый ролик. В кино есть такое понятие кастинговый ролик. Иногда менеджеры отбирают актеров удаленно по фотографиям и так далее, но очень помогает видеть человека в динамике. То есть, когда человек просто говорит, добрый день, меня зовут так-то и так-то, мне столько-то лет, я учусь в такой-то школе, у меня такие-то цели в жизни. И по динамике, по ролику сразу становится понятно, как человек энергетически устроен, сколько у него энергии. Вот я сейчас говорю энергично, достаточно с высоким темпом речи, и уже понятно, что да, мне можно кое-что поручить. Есть дети, которые будут говорить вяло. Их нужно немножечко подкачать, им нужно открыть их каналы, для того, чтобы они больше раскрылись. Тогда откроются и речевые каналы, тогда ребенок почувствует власть над миром. Он обратит внимание на то, что когда он начнет говорить, при правильной постановке, люди начнут на него реагировать. Это позволяет особенно помогать закомплексованным мальчикам. И вот такие занятия, когда ребенок прежде всего откроет свой блог на ютюбе, запишет несколько роликов по темам, которые будут вытекать из его глубинного интервью, мы с вами получаем готового блогера, который еще не расцвел, не раскрылся, но который уже заложил фундамент. Это и будет вот эта кадровая база в будущем, которая будет создавать это школьное телевидение. И самое главное, вся методика по подготовке строится исключительно на практике. Дети с первого момента до последнего занимаются съемкой, они напряжены, они думают, как они будут выглядеть в кадре, через них прокачивается колоссальная энергетика, и люди начинают очень быстро ментально и духовно расти, потому что на камеру ты же не будешь говорить. Очень многие дети целомудренны, они даже в мыслях себе не позволяют, что на людях прилюдно, и надо вести себя как Иван Гай, этот оторванный мальчик, который в 20 лет выглядит как 14-летний, и в общем-то реально подает признаки задержки в развитии. Вот такая вот постановка вопроса при организации на уровне ИП, на уровне, я не знаю, какого-нибудь предприятия, кооператива, ОООшки, когда объединяются родители, объединяются учителя, методисты, телевизионщики, позволяет создать некую структуру, позволяющую нашим детям сделать резкий скачок в своем развитии. Вернемся к вопросу, где брать деньги. Я думаю, что в этом финансовом году, в этом начале учебного года 2018 года нам нужно пойти по принципу краудфандинга. Краудфандинг это английское слово крауд, это толпа, а фандинг это финансирование. Краудфандинг это сбор народных средств. Поскольку тема народная, поскольку здесь будет задействовано огромное количество родителей, учителей, других людей, нам с вами стоит подумать над тем, чтобы сформировать бюджет всероссийского школьного телевидения, для того, чтобы разработать методики, для того, чтобы в открытом доступе в интернете разместить все технологии и оформить предприятие в каждом субъекте федерации, которое бы включало, например, аренду вот этого помещения и, например, 5-6 штатных единиц. 5-6 штатных единиц это и стратегические планировщики, это режиссеры, продюсеры, операторы, монтажеры. Вот эти люди, они смогут стать агентством по внешкольной работе с каждым школой, с каждым директором и с каждым методистом для того, чтобы создать кусты или очаги по школам. И тогда получается, что каждая школа имеет свой сайт, на этом сайте всегда есть страница школьного телевидения, и есть центральная этого региона, этого города или этого субъекта федерации сайт под названием «Школьное телевидение этого субъекта федерации». И каждая школа, ее страница отображается на центральном сайте. Тогда можно будет сводить воедино огромное количество процессов, протекающих в каждых школах, делать межшкольные мероприятия, направленные на все те же темы. Это профориентация, это построение отношений, это отношение к родине, да, и это ментальный и духовный рост ютуберов или телевизионщиков, которые будут работать на этом школьном телевидении. Вот этот комплекс вопросов, мне кажется, сегодня самым-самым интересным для родителей, для отцов, для учителей, для методистов. Я приглашаю всех откликнуться на эту тему, высказать свои мысли, комментарии в подписи к информационной войне на сайте телерадиокомпании «Крым» и на наших каналах в Ютубе. И давайте попробуем эту работу структурировать и к первому сентября уже запустить сайты Всероссийского школьного телевидения, которые вкупе с Министерством образования, с Ольгой Васильевой позволят очень быстро решить ряд стратегических вопросов в части воспитания подрастающего поколения. Сегодня 16 августа 2017 года, среда, в эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова